Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу затронуть сразу несколько тем. Ну, во-первых, показать вам результаты черенкования моей фуксии. Далее поговорим обязательно о мошках, которые живут как в наших горшках, где произрастают комнатные растения, так и в рассаде. Это действительно головная боль для многих садоводов. Ну и, конечно, поговорим о вредителях комнатных растений, потому что дачный сезон у нас завершился. Многие свои растения занесли в квартиру, в дом, и вот тут начинается тоже головная боль. Поэтому как с этим бороться? Давайте начнем! Ну и напомню, что в начале этого сезона в магазине Огород Маркет я приобрела три череночка разных расцветок фуксий. Показывала вам их цветение. Ну и, конечно же, понимая, что у меня нет идеальных условий для зимовки, для хранения моих фуксий, я живу в обычной городской квартире. У меня нет прохладного погреба, какой-то веранды. У меня нет возможности даже поставить мои фуксии на подоконник, потому что там стоят абсолютно другие цветы. Я решила продублировать, так сказать, подстраховаться. Начеренковала. С каждой расцветки взяла по два-три черенка. И напомню, что я практически все свои растения черенкую и укореняю именно в воде. Так мне нравится больше всего. Ну и вот сначала у нас фуксия дает вот такие вот замечательные корешки. Только после этого я пересаживаю все свои уже растения, череночки в грунт, который готовлю сама. Проливая водичкой с добавлением препарата Аразер. Мне очень нравится, как он работает, потому что моментально происходит укоренение у моих черенков. Но на что я обратила внимание, что фуксия не переносит сухого воздуха. Поэтому для нее нужно организовать тепличку, если все-таки в помещении довольно жарко. Ну и довольно быстро появляются вот такие вот корешочки. То есть так, из трех череночков фуксии, посмотрите, какое количество у меня получилось. Ну а так выглядит взрослый кустик, который, как вы видите, до сих пор набирает новые-новые бутоны. Стоит пока он у меня на прохладной лоджии. И все им сейчас очень нравится. Но вскоре у нас, через недельку, уже обещают понижение температуры. Так что, скорее всего, придется мне все свои три растения перенести, уже поставить в довольно теплую комнату. Поэтому я буду обязательно обрезать, оставив такие одревесневшие скелетные ветки. А молодую поросль я буду удалять. Но, в общем, будем как-то так пробовать зимовать. В любом случае, у меня есть уже подстраховка и дубликаты моих растений в виде череночков. Их, конечно, будет сохранить намного проще. Очень быстренько хочу вам показать свой чудесный бальзамин импатиенс, который вместе с вами мы укореняли. Помните, серия Акробат, вот такое вот малиновое чудо. То есть, это два у меня импатиенса, две расцветки, которые я в этом году сеяла. Ну и также махровые сорта, посмотрите, они тоже все у меня укоренились. То есть, я, в принципе, оставила все то, что сеяла в этом сезоне. У меня все мои бальзаминчики сохранились. Даже если мне не удастся маточный кустик сохранить до следующего сезона, у меня будут череночки. Ну а теперь давайте поговорим о мошках или грибных комариках. Кто как их называет, которые летают возле наших комнатных цветов, нашей рассады. Очень сильно нас раздражают. Кроме того, что они просто навязчивые насекомые, они еще способны делать свое нехорошее дело. Откладывая яйца, личинки уже в такие глубокие слои грунта, они способны подрезать, подъедать корни наших растений. И тем самым наше растение гибнет. Но самое первое условие, и что в наших силах, это, конечно, не переувлажнять сильно наш грунт. Оставлять верхний слой земли обязательно сухим. Это точно почвенным комарикам не понравится. Ну и далее можно использовать спички, то есть серые, втыкать их в наши горшочки. Но это процесс долгий. Не всегда он, к сожалению, очень быстро помогает. Но, по крайней мере, как профилактика, можно обязательно этот способ использовать. Далее, конечно же, это пролив слабым раствором марганцовки. Он тоже способствует избавлению. Но очень часто, к сожалению, бывает, что мы приобретаем покупной грунт, и там просто засилие личинок вот этих вот комариков. Поэтому тут надо радикально уже использовать препараты, которые нам помогут на 100% и очень быстро. Это Гром-2, это Землин, это Мухаед. Это вот три ведущих препарата, которые реально работают. Я в них убедилась и уверена на 100%, потому что рассказывала вам, что ранее использовала покупную землю. У меня вся квартира ходила, плевалась, но я от них избавилась. Нужно немножко препарата, он либо в порошке, либо в гранулах рассыпать на верхний слой, прорыхлить, через пару дней пролить, и потом снова через 6 дней также обработку повторить. Но, как правило, хватает одной обработки. Вот, друзья мои, так можно бороться с вот этими вот почвенными комариками, но по этой причине я теперь грунт готовлю сама. Очень часто мне от моих зрителей поступает практически один и тот же вопрос, что пока растение находилось на улице, на даче, оно активно цвело, все было замечательно, но стоило его только занести на время зимнего периода в квартиру, уже осенью оно начинает чахнуть, сохнуть, вплоть до гибели. Помогите, начинаем разбираться, ну и понимаем, что растения атаковали вредители. Да, правило номер один. Когда мы с вами заносим растение в теплые условия, в квартиру, в дом, нужно обязательно его обработать от вредителей, потому что сухой воздух в помещении, если еще ваше растение находится рядом с отопительным прибором, батареей, например, то, естественно, это замечательная среда для того, чтобы на ваше растение напали вредители. Ну и хочу сказать, что на начальном этапе мы практически вредителя на листовом аппарате не видим. То есть для этого иногда нужно взять лупу, чтобы что-то рассмотреть. А вот когда его действительно много, вот тогда нужно принимать уже экстренные меры. Если вас интересует, какими препаратами пользуюсь я, то я все-таки стараюсь обойтись малой кровью, не травить ни растения, ни своих близких. Поэтому чаще всего, если в этом есть такая надобность, я использую биопрепараты. Все дело в том, что у многих зрителей большая путаница в голове относительно препаратов. Они не понимают, что с насекомыми у нас борются инсектициды. Ну, например, тот же паутинный клещ, он не относится к насекомым, он относится к паукообразным. А следовательно, инсектициды на него не действуют. Для него нужно использовать акарициды. Поэтому такой препарат, как фитоверм, он избавит ваше растение от тли, от тех же трипсов, и в том числе от паутинного клеща. Он мне очень нравится. Один раз я его использовала. Далее препарат искра, который я использовала для обработки своих кустарников на даче. Препарат не смывается дождем. Отличный, отличный у него эффект. Я оставлю обязательно вам название препаратов в описании. Используйте их. Я очень надеюсь, что ваши растения болеть перестанут и на них не будут нападать впредь никакие вредители. На этом все. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока.